Они говорят, что вернулись с того света и прошли ад. От них отказались друзья и знакомые, а общество поставило на этих людях крест. Позади десятки лет наркотической зависимости, хронические болезни и годы, проведенные в местах заключения. Сегодня они успешные экономисты, музыканты, общественные деятели, организаторы о том, как вера в Бога и в себя может вернуть к жизни. Фантастические истории исцеления от обычных людей в сюжете Юлии Федоровой. Я не знаю ничего лучше до сих пор, чем наркотики и преступления. Это действительно так. В этом заключается моя болезнь. Четверть своей жизни, это 14 лет, просто я прокололся. Это как, знаете, это была выброшена жизнь в никуда. Я чувствовал себя не на 28 лет, а на 52. Мне даже надо было, чтобы выйти за хлебом, мне нужен был этот укол. По всем признакам я умирал. По всем системам этого мира и по медицинским каким-то диагнозам. Вот просто тебя ведет, нечистый дух он тебя ведет и все. И ты не можешь сказать, да я не пойду, да я не хочу. Ты не хочешь, но ты не можешь. Мрак и одиночество. Жизнь без событий, впечатлений. Больницы, центры реабилитации и невыносимые физические муки. Своё прошлое они все описывают одинаково. Это попытки самоубийства. Это предсмертельные состояния посредством инъекции наркотиков. У меня около четырех клинических смертей было, то есть передозировок. И рвота, и тошнота, и головные боли, и желудок болит, и ноги крутит, и руки крутят, и все, и почки болят, останавливаются. Все, что Татьяна Золотова помнит о своей жизни в возрасте от 15 до 35 лет, это воровство, ломки и гонка за дозой. Сняла там какую-то вещь в себя, потом какое-то золото, а потом уже стала выносить с квартиры все подряд. Однажды Татьяна встретила знакомую, прошедшую курс реабилитации при церкви. Когда другие пути лечения от наркотиков не помогают, люди приезжают сюда. Я как попала в репцентр, с того дня я ни разу не закурила, не укололась, не выпила. Сейчас Татьяна воспитывает сына, проводит лекции для наркозависимых и работает с маленькими детьми. Счетчик чистого времени такая, 16 дней, 11 месяцев и один год. Чистый и трезвый. Вообще ничего не употребляю. Стас Домбровский, известный в Одессе организатор ярких арт-проектов, перформансов и благотворительных акций. В недавнем прошлом криминальный авторитет. За его плечами 20 лет наркозависимости, 11 лет в тюрьме, 7 судимостей, карманные кражи, грабежи и разбои. В обществе анонимных наркоманов он познакомился со своей будущей женой. Именно любовь, по его словам, вытащила их обоих из наркотического рабства. Я нашел свою высшую силу, свое понятие Бога. Я считаю, это чудо, которое мы сделали своими руками. Сейчас у нас будет второй ребенок. Стас создал театральную студию «Ежик в тумане» и клуб творческих людей КПД помогает таким же, как и он сам, реализоваться с помощью творчества. Признать себя наркоманом, по его словам, это первый шаг. Дальше предстоит найти причину своей зависимости и научиться любить себя. Это болезнь, которая поражает душу, тело и мозг. И заключается она в отрицании, в неумении проживать свои чувства, в неумении себя любить, в уничтожении себя посредством наркотиков. Александр Чоков, пастор и духовный наставник для десятков людей, возглавляет общественную организацию, занимается социальной и духовной деятельностью. Его достижение – 20 лет абсолютной свободы от наркотиков. Бог сделал это чудо. Убрал, в один миг убрал наркотики, алкоголь, сигареты, все вот эти вредные привычки. Они в один миг ушли. Его ученик Станислав Иванцов – программист, дизайнер и музыкант. За спиной 12 лет наркотического ада. Все эти годы, по его словам, ушли только на саморазрушение. Я занимался пирсингом, модификацией, подвешиванием, это за колени, за спину. У меня на лице только было 52 прокола, только на лице на одном. Он испробовал все наркотики, которые только мог достать, начиная от лекарственных препаратов и заканчивая героином. Не раз находился на грани жизни и смерти. Сейчас проповедуют слово Божье среди молодежи. Наркомания – это не физического рода болезнь, это духовное заболевание, которое лечится таким же способом. Виталий Лукиянов – счастливый отец семейства. В прошлом 30 лет в дурмане, 15 в тюрьме, тяжелые диагнозы и инвалидность. С женой познакомился в церкви. Сейчас они оба здоровы, а вот и плод их любви. Только на наше твердое решение приходит вот эта помощь свыше, помощь, которую мы здесь не можем своими силами преодолеть. Это если я принял твердое решение. Их дни расписаны по минутам. Помимо основной деятельности, они все работают волонтерами в различных центрах реабилитации. Проводят тренинги, лекции и консультации. И помогают наркозависимым людям на своем собственном примере. Я радуюсь, что я сегодня живу. То, что я сегодня дышу. То, что я могу созерцать эту красоту, пойти на море, увидеть это величие.